Всем привет, друзья, с вами Бурбон, Икеан, продолжаю играть на DiamondRP, и сегодня я решил залить такой гайд. Так вот, в этом ролике я расскажу, как же я заработал где-то 400 тысяч, даже, наверное, там чуть больше, то есть я заработал себе деньги на дом эконом-класса за 200 тысяч, я заработал себе на Steam de 43K, правда, сейчас я не могу показать, как я в ски, так как я в ски, не байкера, и я заработал себе на КР-900 за, сколько, 146к я его купил, да, то есть около 400 тысяч, и я всё это заработал на работе разводчиков продуктов, и сегодня я покажу, как же им работать. Для начала мы отправляемся в мэрию, в мэрии для этого подойдёт нуба, и я отправлюсь в УВС, так как это по дороге к нашей работе. Ага, да, и пока я еду, хотел бы сказать, что нужно вообще, чтобы работать этой профессией. Во-первых, нужно время, то есть, понятное дело, деньги не пойдут, не придут из воздуха, нужно именно работать. Во-вторых, нужен четвёртый уровень, то есть, если у вас четвёртый уровень есть, то, в принципе, хорошо. И такой последний, так сказать, нюанс, который вам потребуется, это всего лишь 2500, то есть, 500 на аренду транспорта и 2000 на товары. Ладно, друзья, продолжим, продолжим доеду на мэрии. Ну что ж, друзья, я приехал в мэрию, и чтобы устроиться на работу, нам нужно подойти к этому скидку работ, выбрать развозчик товаров, нажать два раза стрелочкой, либо же нанести и нажать Enter. Ну, думаю, понятно, все и так знают, просто Гэдд решил сделать более подробным. Нам теперь, на самом деле, мы будем принять на работу развозчик товаров. Чтобы начать работу, арендуйте рабочий транспорт на стоянке, GPS работы. Ну что ж, этим мы и займёмся. Я, в принципе, уже запомнил, где находится, то есть, вот на карте, вот это место, да, то есть, прямо вот тут. Но, также, если вы новичок, начинаете работать, прописываете GPS, переходите в работу, и у вас будет развозчик товаров, и вы отправляетесь туда. И когда я уже подъеду к этому месту, я продолжу. Когда вы приехали к аренде, вот это место, вам нужно арендовать любой грузовик, то есть, любой. Тут, как бы, нету, как профессии длиннобойщика, можно прокачать скилл, любой абсолютно. Аренда стоит 500, нажимаете Да. После чего он даже напишет в команду, ордер, место, прописываете, и ищите работы, точнее, ищите, как бы, места, куда можно развозить продукты. Сейчас я подробно расскажу об этом, куда нужно развозить. Сначала вы смотрите на количество товаров. Нужно, блин, давайте-ка еще радио в игре выкнуть, а то оно немножко отникает меня. Так, вот так вот. Сначала нужно смотреть на количество, да, то есть, 35 и 3. Это очень мало, там, заплатят желательно, куда-нибудь, там, меньше, там, 500, точнее, больше 500. Но вот тут сейчас хороший заказ 9600. Автосалон. Мы видим, что тут 9600 продуктов. Вы можете закупить максимум, сначала, 2000 продуктов. И цена 2000. И смотрите еще на развозчиков. То есть, что такое продукты? Продукты – это то, что вы должны развозить. Вы закупаетесь продукты. Сейчас вам покажу, где я чуть позже. После вы их развозите к товару. И вы получаете деньги. Сколько вы получаете денег? Вы покупаете продукты за 1 вирт. 1 вирт равняется 1 продукту. То есть, за 2000 вирт вы купите 2000 продуктов. А тут цена за один продукт составляет 2. 2 – это, конечно, не так хорошо, но все же неплохо. И за 2 вы получите 4000. То есть, умножаете на 2 продукта. То есть, вы плюсами 4000. И нужно зарядить на развозчиков. То есть, сейчас на этот товар, то есть, в этот автосалон, поехал уже 2 развозчика. Но, скорее всего, у них по 2000. И то есть, все равно, как бы, тут 4000 мне останется. Я рискнул. Поэтому я отмечаю. Он мне показан на карте. Давайте-ка посмотрим, где он автосалон. Наверное, SF. Так, да, SF. Окей. Мы отметили автосалон. И теперь нам нужно закупить продукты. Закупать нужно в порту. Для тех, кто не знает это место, вы прописываете GPS. После прописываете работы. И, так, загрузка товаров на развозчиков. Да? И я уже знаю, где он находится. Я отправляюсь туда. Также, пока я еду, я решил рассказать, чем же эта профессия лучше, чем дальнобойщики и водолазы. Насчет дальнобойщиков. Насчет дальнобойщиков она намного лучше. Во-первых, вы тратите меньше денег. То есть, если вы... Ах да, почему мне 4000, а не 2? Так, я сказал 2. Потому что я проработал больше... Точнее, я отвез больше 50 тысяч продуктов. Для этого, что вы смотрите, сколько продуктов вы перевезли. Вы переходите в трудовую книжку. После перевозки разводчик товаров я уже 246 тысяч продуктов развез. Но, на самом деле, когда по 4000 вы перевозите, это очень быстро происходит. К тому же, как бы, продуктов было много поставлять нужно. Точнее, что я сказал? Короче, нужно было много продуктов поставлять, да? То есть, не везло. Из-за этого, как бы, я столько перевез. Так вот, вот он, этот порт. Мы въезжаем в него, нажимаем H, чтобы подбикать. И закупаемся продуктами. То есть, плюс купить больше на 100, минус на 100 меньше. Я думаю, понятно. Ну, close это выйти, а accept это купить. Покупаем. 4 тысячи. И теперь мы отправляемся. А пока я буду ехать, я расскажу, почему же я выбрал развозчики продуктов. Так как я сказал, уже первый минус дальнобойщиков это цена. Потому что, если вы перевернётесь... Вы перевернётесь дальнобойщиком, вы просрёте 20 тысяч. То есть, если зарабатывать хорошо дальнобойщиком, нужно иметь 20 тысяч, да? Это во-первых. А если вы перевернётесь тут, на вот этой... Ну, я сейчас просру всего лишь 4 тысячи. То есть, чувствуете разницу, да? Я здесь могу переворачиваться 5 раз, а там я переверну всего 1 раз. И, как бы, будет у меня результат такой же. Окей, это первый минус. Второй минус это байкеры. Да, я сам байкер, мне нельзя, по сути, работать набойщиком, потому что это, как бы, ну, не идёт, да? Не кнеется одно с другим. А развозчик продуктов, об этом никто не говорил. И байкеры, как бы, не грабят развозчиков продуктов, потому что понимают, что, как бы, у них там мало товара, им, как бы, невыгодно платить. Ну, и вообще, как бы, вообще, на сервере на этом не принято грабить разбойщиков продуктов. То есть, я сколько работал, меня ни разу байкеры не грабили, уж поверьте моему опыту. То есть, как бы, это безопасная работа, да? Это второй минус у набойщиков был. Третий. В-третьих, это сами дальнобойщики. То есть, неадекватные люди, которые работают дальнобойщиками. То есть, из-за чего я бросил работу дальнобойщикам? Я работал, всё нормально, я купил товар на 20 тысяч, но потом приехал какой-то идиот, взял и перевернул мой товар. И поэтому я не стал работать на шахте, ой, на шахте, на дальнобойщиках. И я вот реально хочу ему сказать огромное спасибо, тому чувакой за меня смотрит. Ну, или там, когда-то он меня посмотрит, да? То есть, ну, понятное дело. Вот реально, спасибо. То есть, если бы не он, я бы не узнал о разбойщиках товаров, потому что после дальнобойщиков мне хотелось попробовать что-то новое. Я начал пробовать новые работы и нашёл вот эту вот работу. Так вот, я бы не узнал о ней и как бы потрачил дальнобойщикам, и у меня денег было бы в несколько раз меньше. Они ещё не за мной едут. И поэтому реально спасибо ему огромное. Это сами дальнобойщики, я уже сказал. Так, нет, они не за мной, хоть и не так, неадекватные. Окей. Что касается денег, то есть, где можно заработать, а где, ну, где можно заработать больше, это напойщики или же разводщики продуктов. Это спорный вопрос, так как всё зависит ещё от, как бы, где находится товар. То есть, сейчас мне нужно ехать в SF, то есть, это достаточно домико. Но мне им довезло, и там было, там, несколько тысяч, да, то есть, я покупал 4 тысячи, и вообще не домико, то есть, на Санта-Марии, да, то есть, кто это, ну, кто не знает, давайте я покажу Санта-Мария. Вот он, пляж Санта-Мария, да. И на нём там было, по-моему, 8 тысяч продуктов, и по 3 вирта за один продукт. И, понятное дело, я зарабатывал 16 тысяч, где-то за минут так 10. То да, здесь, как бы, я заработал бы больше, но если, как бы, все, эм, все магазины, которым нужны товары, находятся дальше, чем, как бы, ну, дальше, допустим, города ЛС, допустим, о чем другой карте, то, окей, вы можете, можете зарабатывать и меньше. Но всё равно, дальнобойщики, вы можете очень быстро просрать деньги. То есть, если тут, как бы, я перевернулся, я, эээ, как бы, не должен ещё париться о том, что у меня груз, то есть, вот, у этого токсичнее можно свободно подрезать, и, как бы, ничего страшного. А то он мог подрезать мою груз, и он упал бы вообще в реку, да, то есть, понятное дело, есть разница в этом. Но, какой есть минус у, эээ, разводчиков товаров? Это первый минус тоже. Друзья, и меня крашнуло, да, конечно, неприятно, но что поделать. Так вот, если бы я сейчас работал, дальнобойщик, он меня крашнул, то есть, я потерял бы, эээ, 20 тысяч, что, я потерял всего лишь 4 тысячи. Это, ну, как бы, не 20, понятное дело, то есть, мне не так их жалко, потому что я и, эээ, я и, как бы, это, эээ, что я хотел сказать? Я, я забыл, а, да, вот, я уже не такой, как бы, бедный. На что я хотел, я все накопил, сейчас я, как бы, спокойно коплю себе на бизнес, и деньги мне особо так не нужны, поэтому мне их не жалко, ладно. И, в том, что, вот, первый минус я не договорил, первый минус заключается в том, что тоже есть, как бы, неадекватные разводчики товаров, но в этой профессии знает мало кто, так как она не популярна в этом сервере. И, вот, вообще, наверное, буду потом жалеть, что рассказал ее вам, потому что некоторые тоже начнут работать на Амбаре и, как бы, отбирать у меня товары. Но, просто, я, на самом деле, не рассказал, потому что скоро я уже перестану работать на этой профессии, так как на что хотел, я себе накопил, и теперь я пойду в какую-нибудь фракцию добиваться, там, уже каких-то результатов, то есть, ну, просто, то есть, я, в принципе, работал, работал, и я, в принципе, то, что я хотел сделать, я сделал. Ладно, и второй минус, то есть, там, как бы, их реально мало, да, этих неадекватных. Второй минус, это товары, то есть, понятное дело, товары не бесконечны, если вы доставите все товары, либо кто-то до вас доставит все товары, вам какое-то время нужно будет ждать. Но, ждать не так, как бы, много, то есть, вы можете, там, не знаю, зайти на эту профессию, то есть, пробовать где-то через час, и я вас уверяю, что товары будут, потому что сервер, как бы, с онлайном нехилом, то есть, 719 человек в, сейчас смотрю сколько времени, в 20.30, да, то есть, как бы, 8 часов, то есть, онлайн, как бы, нехило, да, 720 человек, поэтому товары нужны практически всем бизнесам, и они их заказывают, развозить могут только развозчики товаров, поэтому, как бы, они очень быстро появляются, это не волнуйтесь, это вопрос времени. Это был второй минус, и, наверное, последний. Что касается водолазов, я, не знаю, как-то, то есть, на водолазах, да, можно заработать много, и, возможно, он выгоднее, но водолазов, также, всем известный минус, чтобы заработать нормально, нужно прописать фпс на мид, и поставить ограничение кадров в секунду на 20, чтобы, ой, точнее, ограничение кадров фпс на мид 20, чтобы вы плыли быстрее, потому что без этого вы будете зарабатывать очень мало, так как вы, у вас будет, ну, вы даже, может, зарабатываете больше, но очень много денег будет спускать на баллоны. Что я сейчас сказал? Ладно, я имел в виду, почему вы будете зарабатывать больше, именно по времени, потому что вы не будете там умирать, и, если вам будет хватать баллонов, да, ух ты ж, ё-моё, нифига себе, и вы будете, как бы, экономить своё время. Так вот, если работать с фпс на мид 20, вы, как бы, будете умирать, и всё равно от больницы нужно бежать и уже перезагонить в игру, а после ещё и мешок покупать, да, но даже если таких, как бы, багов, там, вы их пофиксили каким-то способом, ещё что-то с ними сделали, это нуднее, потому что то вы просто спокойно катаетесь, там, по штату, и, как бы, вы развозите товары, а это вы постоянно жмёте, там, на пробел, либо на шифт, там, у кого как, да, то есть это, как бы, сложнее, то есть вы, там, жмёте-жмёте, там, потом вы волнуетесь, что вы, там, не успели, там, не выплаты, и так далее, и это однообразнее, поэтому, как бы, я и не стал работать водолазом. Я думаю, вам помог этот ролик, и теперь вы сможете зарабатывать деньги, если вы не знали об этом способе, но если знали, то, я думаю, вы не стали досмотреть это видео до конца, так как вся информация была вам уже известна. На этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, за мной был Бурбон, всем пока! Ребята, для тех, кто ещё не подписался на канал, хочу ещё раз его посоветовать, то есть, реально, канал хороший, парень старается, то есть, вот, заходите, подписывайтесь, то есть, вот, ролики интересные, смешные местами и хорошие. Ну, на этом всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok